Уж точно ничего плохого от ОКБ никогда не было. И уж точно было много хорошего от этой организации. А винить или искать, кто бы был виновен, это тоже надо признать. В каких-то ошибках официального Еревана стоит или не стоит решать будет сама Армения, но не надо привязывать это к несуществующим фактам. И не нужно искать в ОКБ или прятаться за ОКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен. На самом деле ОКБ ни при чем и не относится, и никаким образом ее нельзя привязать к тем, я не знаю, как сказать, ошибкам, просчетам или вещам, которыми официальный Ереван не гордится, в попытках объясниться собственным народом. От всей души, от всего сердца мы желаем и хотим, чтобы Армения сохраняла свой суверенитет, чтобы она выстраивала свою внутреннюю, внешнюю политику, исходя из национальных интересов. Что такое национальные интересы? Не те интересы, которые написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице, а те, которые отражают культурную самобытность народа, которые сопряжены с интересами людей, которые каждый день через свой труд создают вот это самое общественное благо, которые будут, хотят и будут воспитывать своих детей и детей своих детей на своей земле. Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства, и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе. Вот это и есть та проверка, которую Россия прошла на прочность в отношениях с Арменией. Оно дорогого стоит.